Индексация не для всех. Не каждый челнинец в возрасте может рассчитывать на февральское повышение пенсии. На 4% ее поднимут только неработающим. И тут есть нюанс. Сейчас данные по четвертому кварталу прошлого года в пенсионном фонде только собираются с предприятий. Поэтому пока специалисты опираются на цифры третьего квартала, то есть по ситуации, сложившейся до 30 сентября. Сможет ли пенсионер рассчитывать на индексацию, если он стал неработающим после этой даты? Кто в этот период после 30 сентября уволился, они могут подойти в пенсионный фонд и написать заявление о том, что он не работает, подтвердить, что я не работаю и все, чтобы его включили в индексацию. Индексацию проведут со следующего после написания заявления месяца. Причем в случае повторного трудоустройства индексация сохранится. Еще одно нововведение, принятое в 2015-м, это обязательный трудовой стаж. В прошлом году он составлял 6 лет, а в этом уже 7. И ежегодно этот минимум будет увеличиваться на год. Если стаж или количество начисленных баллов меньше, то человек первые 5 лет после выхода на пенсию по возрасту вообще ничего не получает. Правда, в нашем городе пока таких случаев не было. Если мы раньше назначали социальную пенсию сразу, у кого стажа не хватает, сразу назначали социальную пенсию, он получал ее. То социальную пенсию по новому закону он может получить только через 5 лет. Женщина в 60, мужчина в 65.